В прямом эфире телеканала Кубань 24 программа Артефакты. С вами Екатерина Славянская. Музыка, благодаря которой мир обрел великого немецкого композитора. В муниципальном концертном зале прошло открытие 24-го международного фестиваля органной музыки. Краснодарцы смогли услышать сочинения Иоганна Себастьяна Баха и композиторов его эпохи, которые и сформировали эту вдающуюся личность. В этот вечер звучал король музыкальных инструментов орган, которым виртуозно владеет приглашенный гость, заслуженный артист России Даниэль Зарецкий. Это как раз тот инструмент, на котором, в общем-то, можно полностью раскрыть всю эту музыку. Потому что сама эта фирма, органностроительная Рудольфон Беккерат, она после войны, особенно первые 10-20 лет, отличалась тем, что строила подобие органов баховского времени. Девушки с арбузами, нежные цветочные натюрморты, щедрые пейзажи кубанской земли. Все это многообразие можно увидеть в одном проекте под названием «Мой край родной», посвященном 80-летию образования Краснодарского края и 25-летию Краснодарской краевой общественной организации «Товарищество кубанских художников». Экспозицию можно увидеть в краевом выставочном зале. В нее вошло более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства. Выставка получилась очень динамичной и яркой. Работы художников заряжают добром и положительными эмоциями. В основном все работы на этой выставке посвящены красоте нашего родного края. Это отражение красоты нашего края, ее морей, рек, полей, лесу. Это прекрасные плоды, цветы. Это люди, которые эти плоды выращивают. На Кубань второй раз с гастролями приехала труппа Севастопольского академического театра танца. Уже сегодня жители Славянска-на-Кубань увидят хореографический спектакль «Пигмалион». Всего в планах пять городов. Подробнее поговорим с директором театра, заслуженным артистом Украины Александром Елизаровым. Александр, здравствуйте. Добрый день. Спасибо огромное, что нашли время. Буквально у вас все плотно. Сразу после эфира в дорогу. А вам огромное спасибо, что пригласили. Рассказать о себе. Получается, есть Канапа, Славянск-на-Кубани, Майкоп. Вот как вы выбирали эти города и почему Краснодар обошли? Ну, это тактика и стратегия. Мы окружаем Краснодар, чтобы впоследствии победно прийти уже сюда с большими гастролями. И расскажите, конечно, о постановке. Почему именно «Пигмалион» эту постановку выбрали? Ну вот вы справедливо заметили, что второй раз уже мы приехали с гастролями. И впервые мы привозили танцевальное шоу «Избранное». Это визитная карточка нашего театра, с которой мы объездили весь мир и побывали на крупнейших сценах столиц всего мира. А во второй раз мы привезли, скажем так, вторую сторону нашей медали. Это хореографический спектакль. Я могу похвастаться тем, что наш театр является единственным в мире театром, хореографическим, репертуарным театром, лексика которого основана на бальном танце. И это один из любимых спектаклей создателя нашего театра, Вадима Альбертовича Елизарова, имя которого носит сегодня наш театр. Скажем так, здесь древняя легенда о «Пигмалионе». Вот Бернард Шоу нашел воплощение в своем произведении «Моя прекрасная леди». А Вадим Альбертович, он нашел свое хореографическое решение. В нашей версии два учителя бальных танцев, придя на современную дискотеку и увидев девушку, которая в совершенстве владеет современными направлениями, такими как хип-хоп, вакинг, данс-холл, они заключают пари, что они смогут из нее сделать великолепную танцовщицу бального танца. Ну а дальше все, как известно, развивается. Главный герой влюбляется в свою героиню. И как Галатею, он влюбляется в свое произведение, в то, по что он вкладывает свою душу и силу, и в конечном итоге победила дружба. Хорошо, я знаю, что вы заняты в этом спектакле. Расскажите о своей роли. Да, вы знаете, я сам, кстати говоря, дебютирую в той роли, в которой я приехал в этот тур. Я всегда играю главную роль со своей супругой-партнершей Натальей Ивановой. Ну, она осталась дома с детьми, а в данном случае я играю роль... А вы поехали покорять Кубань. А я поехал покорять Кубань, да, и играю роль напарника, собственно говоря, главного героя, Филиппа Елизарова, солиста нашего театра. Ну, вот так. Хорошо, какой характер вашего персонажа? Вы знаете, ну, характер такой надменный. То есть, конечно, я не верю в то, что у него что-то выйдет. Вот, я над ним иронизирую, смеюсь. Это комедия, это очень легкий спектакль. Но все построено на языке танца. То есть, вообще, гастроли наш конек. У нас нет декорации. Наши декорации – это наши костюмы. Это наши костюмы, это наш сюжет, это наши танцы. То есть, скорость переодевания, динамика, смена рисунков. Весь этот сюжет, вот, как искрометная, скажем, такая секунда пролетает весь спектакль. Ну, получается, и акцент тогда на пластике. Конечно. И для этого, мне кажется, нужно огромную работу провести, чтобы каждый жест, каждое движение говорило о каких-то событиях. Да, безусловно. Я вам хочу сказать, мы продолжаем учиться, потому что смешение хореографического и драматического искусства для нас, именно для танцоров в жанре бального танца, конечно, это абсолютно новая страница. Хотя, в принципе, закладывая идею создания театра бального танца, вот, Вадим Альбертович, он как раз-таки видел очень большую перспективу. Потому что бальные танцы – это танцы, в которых партнер невозможен без партнерши. И это всегда пара. И отличительная особенность бального танца – это взаимодействие, это ведение и подчинение. То есть, это всегда сюжет. И, конечно, сюжет о любви, сюжет о взаимоотношении мужчины и женщины через пластику бального танца, мне кажется, раскрывает этот сюжет абсолютно по-новому. Хорошо, но расскажите о том, как формируется репертуарная политика у вас в театре. 18 лет нашему театру, более 12 спектаклей и танцевальных шоу есть в нашем репертуаре, а также огромное количество детских сказок, которые мы играем летом и на новогоднюю кампанию. А, конечно, репертуар, ну, вы знаете, музыка очень многое определяет. Для нас, для танцоров, конечно, музыка превыше всего. И если есть благодатный музыкальный материал, который может пронести именно сюжет от и до, а это главное то, к чему мы стремимся. Это сюжетный спектакль, поставленный по либретто, который от начала до конца несет сюжетную канву посредством пластики и минутанца. Вот. Ну, я могу вкратце перечислить. Кармен, аргентинская танго, Горбун из Нотр-Дама, Пигмалион. Такие... Что касается музыкального оформления, это современные композиции, это классические. Как вот у вас происходит? Ну, в данном случае, если говорить о спектакле Пигмалион, да, то это как раз-таки микс из, ну, самой хитовой бальной музыки и современной. Вот. И несмотря на то, что в основном наши зрители, это зрители среднего поколения и, возможно, немножко старшего, но они... А как же молодежь, мне кажется, как раз-таки язык пластики. Вот, собственно говоря, этот спектакль, это и определенная такая попытка затянуть все поколения. То есть, та молодежь, которая исповедует современный стиль, придя на спектакль, откроет для себя... Хип-хоп как раз, да. Классику бального танца. А люди более взрослого поколения увидят, чем живет сегодняшняя молодежь, что она слушает. Ведь тот же хип-хоп, это тоже целая культура, целый образ жизни. Ну, такая прям сочетающая в себе постановка, многое-многое-многое. Ну, и последнее, да, о чем хотелось спросить. Вы все-таки второй раз уже на Кубани. Что можете сказать о нашем регионе? Чем он отличается? Вы знаете, в восторге. В восторге мы от Краснодара, в восторге от инфраструктуры, от элементарных каких-то бытовых вещей, как бы ухоженности города, дорог. Крыму, конечно, есть чем ответить, это своей природой и красотой. Но мы бы тут тоже поспорили. Я хочу сказать, конечно, неумолимо мы движемся навстречу друг другу. И культурный обмен, культурные связи, это, наверное, то, что в первую очередь начинает объединять людей. Вот на этой оптимистичной ноте мы и завершим наш сегодняшний выпуск. Спасибо огромное, что сегодня были с нами. Такими были новости культуры. Оставайтесь на Кубань-24.